Екатерина Сипач работает в пятой школе Бугуруслана 12 лет. Она признается, что любит свою профессию. Поэтому решила впервые попробовать себя в конкурсе «Учитель Оренбуржья». Самое сложное, наверное, это работать с детьми. Урока классный час, потому что дети – это наше все. Да, мы корабль, они наше море. Если они нас не потопят, значит, все хорошо. Она считает, что в пятерку лидеров попала за счет своего обаяния и профессиональных качеств. Считает, что педагогам обязательно нужно общаться, потому что проблемы профессии имеют тенденции меняться с годами. Дети стали меньше говорить, так как все-таки социальные сети на это очень влияют. Но, в принципе, дети, они всегда есть дети. Конкурс «Учитель Оренбуржья» проводится с 1994 года. Первой его победительницей стала учитель истории гимназии номер один Оренбурга – Ольга Гуркалова. С тех пор конкурсные испытания пережили многие изменения. В этом году педагоги писали эссе о миссии своей профессии, проводили семинары, открытый урок и публично демонстрировали свои методы и технологии обучения. Так в этом году у нас сложилось, первые пятерки, наверное, вот за многие годы последние у нас все женщины. Поэтому мы обсуждали вопросы чтения, что привело их в профессию, а почему они выбрали именно тот или иной предмет для преподавания, как общаются наши педагоги, с кем общаются сегодня. Мы разговаривали на темы инноваций в системе образования, методах, формах работ, о тех технологиях, которые мы применяем на своей практике. Оценивали участников жюри, в состав которого входили педагоги и победители конкурсов прошлых лет, представители вузов, а также представители родительской общественности и детское жюри. В конкурсе принимали участие педагоги, которые искренне любят свою профессию. Атмосфера урока, работа с детьми, этот адреналин, драйв своего рода, страсть является источником энергии жизни и новых вдохновений. В прошлом году принимали участие 21 педагог, в этом году 25. Из Акбулакского, Александровского, Грачевского, Домбаровского, Илекского и других районов. Разные педагоги из разных муниципалитетов, в общем, думают и мыслят одинаково. Для них самым главным было не только уроки и те мероприятия, которые они проводили, самым главным они считают общение с коллегами. Лауреат первой степени и главный приз конкурса получил педагог английского из Бузулука Татьяна Черноусова. Я к этому очень долго готовилась. И, наверное, я вот на этот момент уже созрела показать свой профессиональный опыт. Три мои ученицы тоже решили стать учителями английского языка, и одна из них уже работает в школе города Бузулука. Позже Татьяна призналась, что за первые две недели преподавания ее педагог английского полностью перевернула представление о том, какой должен быть урок.